Парламентская ассамблея НАТО разрешила бить западным оружием по России. Что будет теперь и чем на это ответит Москва? Массовая драка и стрельба в Челябинске с участием бывших наемников из ЧВК «Вагнер». Поговорим, почему ветераны остаются без контроля и чем они могут быть опасны. Участники войны против Украины провалили праймерис «Единой России». Почему они не нужны во власти, несмотря на слова Путина о новой элите? И это еще не все, о чем будем говорить далее в нашем эфире. Как всегда, наша трансляция идет в Фейсбуке и Ютубе. Если вы в безопасности, то ставьте лайк, чтобы эфир увидело больше зрителей. Итак, Харьков сегодня снова подвергся российским обстрелом. В результате удара по гражданскому предприятию в промышленной зоне есть погибшие и раненые. О том, что происходит в Харькове прямо сейчас, расскажет мой коллега Алексей Прадаевод. Он с нами на прямой связи. Алексей, привет. Как город переживает российские атаки? Да, привет, Игорь. Несколько часов назад российская армия вновь обстреляла Харьков авиабомбами. Было зафиксировано два прилета. Как сообщает местная власть, пострадало гражданское предприятие в промзоне. Также зафиксирован прилет недалеко от жилых домов. По предварительной информации пострадало 11 человек. Одна женщина погибла. Ну и третий день. Спасательные службы здесь продолжают ликвидировать последствия российского авиаудара по Харьковскому гипермаркету в субботу днем. Сегодня утром в отделе светильников нашли тело еще одного погибшего. С помощью ДНК-экспертизы удалось выяснить, что это 17-летний харьковчанин Кирилл. Образцы ДНК-материалов для опознания предоставила мать погибшего парня, сообщил начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Позже на месте пожара поисковики обнаружили тело еще одной жертвы. Остатки рабочей одежды указывают на то, что это один из работников гипермаркета. Идентификация продолжается. Вернуть тело погибших родным сможем сразу после окончания поисков и опознания. Днем количество погибших выросло до 18 человек. По уточненным данным 48 человек получили ранения, заявили местные власти. Идентифицировать удалось 14 человек, среди них 12-летняя девочка и ее мать. Еще пятеро числятся пропавшими без вести. Поиск и опознание останков тел погибших очень усложняет то, что взрыв был большой силы, после которого последовал пожар на огромной территории гипермаркета, заявил в эфире Радио Свобода представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Дуже большая территория этого магазина. И очень сильная пожара произошла. И тела просто очень тяжело находить на этом попалище. До того, что от некоторых тел почти ничего не осталось. Это небольшие фрагменты. Также на месте выбуха вилучено 4 фрагменты тел. И сейчас за ДНК-экспертизой будет установлено фрагменты одного тела, или это разные люди. Настолько все понявичено, что даже неможливо понять, какие это части тела. Ну и жертв могло быть еще больше. Сегодня специальные службы обнаружили за 80 метров от этого места неразорвавшуюся авиабомбу, предварительно такую же, которая просто не долетела до этого места. Ну и накануне прокуратура обнародовала разные видео с камер видеонаблюдения внутри гипермаркета. Там заявили, что судя по этим кадрам, на месте взрыва могли находиться 20 человек. И вот что с ними произошло, неизвестно. После взрыва видео обрывается, камеры выключаются. В прокуратуре допускают, что, возможно, кто-то из них сумел в шоковом состоянии самостоятельно выбраться. И вот лица не скрыли на видео специально. Правоохранители надеются, что кто-то из родных или знакомых сможет кого-то опознать на видео и сообщить, что с ним и выходит ли этот человек на связь. Сейчас спасатели разобрали приблизительно половину завалов разрушенного гипермаркета. Во время воздушных тревод на протяжении дня их было достаточно много. Работы приостанавливались из-за угрозы новых ударов. В свою очередь, компания, которая принадлежит этот гипермаркет, пообещала выплатить семьям погибших в результате российского обстрела по миллиону гривен. Это почти 25 тысяч долларов. Мы накануне пообщались с теми, кому повезло уцелеть во время российского обстрела. И также с теми, кто до сих пор не может найти своих родных и близких. Подробнее смотрите в нашем материале. Потужный выбор, значительные руйнации, большая площадь. Это близко 15 тысяч квадратных метров. И каждый, можно сказать, каждый сантиметр нужно проверить и перебрать, можно так сказать, вручную. Чтобы выявить, або тела загиблых, або решетка их. После сильного пожара опознать тела и фрагменты можно только с помощью ДНК-экспертизы. Рядом с местом трагедии исследователи берут образцы ДНК-материалов у родственников тех, кого пока не могут найти. Среди погибших удалось идентифицировать 12-летнюю девочку. Это сложно, тяжело. И когда ты видишь, как страждают люди, даже пропускаешься через себя. Это не очень тяжело переживать. У Инны здесь пропал муж Николай. Он работает в лакокрасочном отделе, куда попала одна из бомб. У него вчера должен был быть выходной. Вышел вместо коллеги. Напарника просил поменяться. Я звонила, уже отключено было, что ничего я не могла дозвониться. И сейчас не знаем, где он. Конечно, защита нужна. Какие у нас ПВО нет, у нас ничего не защищают. Абсолютно ничего. Каждый день прилеты по несколько раз. На парковке собрались работники гипермаркета, чтобы забрать уцелевшие вещи. Среди них консультант мебельного отдела Дмитрий. Ему повезло выжить. Был прилет, просто я выключился, потом проснулся и вылез на свет. То есть я не помню ничего фактически. Просто огонь везде был и пыль какая-то, и черная копоть. Я вылез просто на свет, в центре мазина я находился. А вот Максим из отдела сантехники сейчас не слышит на одно ухо из-за контузии. Он не только сам выбрался из гипермаркета, но и оказывал помощь другим. От прилета меня отбросило в сторону, потом второй прилет меня чем-то ударило, прибило дверью, и мы через садовый центр выбежали все. Ну а дальше там одному мужчине помогли, у него в руке дырка была вот здесь. И здесь дальше еще с медиком помогали другому, у него нога просто в фарш была полностью. Я его ремень снял, перемотал ему ногу, а потом медик подбежал, и они уже начали ему жгут накладывать. В момент первого удара попал на камеру видеонаблюдения в отделе, в котором вчера работал Максим. На прилавках видно краны, умывальники и унитазы. Также полиция показала кадры с нагрудных камер экипажа, который первым прибыл на место. Среди пострадавших лишь гражданские, посетители и персонал. Алексей Прадаевода, Николай Рыщенко и Алексей Полий. Настоящее время. Украина. Парламентская ассамблея НАТО призвала правительство стран-участниц разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием. Об этом рассказал депутат Верховной Рады и глава постоянной делегации Украины в ассамблее Егор Чернев. Спасибо за поддержку тем, кто нас поддерживает. Это очень важно. Мы как будто боремся с одной рукой, связанной за спиной. Вы видели ситуацию возле Харькова, когда мы, к сожалению, не могли предотвратить атаку. Но у нас была информация о подтягивании сил границы. У нас была информация о вооружении, стянутом у границы. Но мы не могли нанести удар и предотвратить атаку. Это привело к потерям с нашей стороны – военных, гражданских и территорий возле Харькова, которая сейчас оккупирована. Парламентская ассамблея приняла решение на заседании в Софии. Против выступили Италия, Венгрия и немецкий представитель из «Альтернативы для Германии». Егор Чернев подчеркнул, что Украине становится сложнее отстаивать свои интересы на международной арене. Ранее об отмене запрета на применение западного оружия для ударов по объектам на территории России говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг. Ну, впрочем, отдельные страны продолжают свою поддержку. Так, Испания предоставит Украине военную помощь на миллиард евро в течение этого года. Обязательства сегодня подписали в Мадриде, куда приехал Владимир Зеленский. И Испания стала уже десятой страной, которая заключила подобное соглашение с Украиной. О его деталях, а также о том, как Киев пытается расширить географию использования западного оружия, расскажет наш европейский корреспондент Заряна Степаненко. В аэропорту в Мадриде украинского президента встречал лично король Испании Филипп VI. Испанские СМИ обращают внимание, что это необычный жест со стороны монарха. В последний раз такие почести он оказывал американскому президенту Джо Байдену, прилетавшему в Мадрид на саммит НАТО в 2022. У Владимира Зеленского была аудиенция с королем, а предшествовали ей переговоры с премьером Педро Санчеса. Стороны заключили соглашение о безопасности, оно рассчитано на 10 лет. Испания обязуется поддерживать Украину на ее пути в ЕС и НАТО и помогать с реформами, фиксируя соглашение и помощь в менее отдаленном будущем. В этом году Мадрид предоставит военную поддержку суммой на миллиард евро и еще пятью миллиардами в следующие три года наполнить Европейский фонд мира, из которого странам-участницам ЕС компенсируют расходы на оружие Украине. «Обязательство предусматривает предоставление военной поддержки на 2024 год в размере одного миллиарда евро, что позволит Украине укрепить свои возможности, включая противовоздушную оборону, которая важна для защиты гражданского населения, городов, инфраструктуры, которые продолжают подвергаться неизбирательным атакам, как мы, к сожалению, увидели в эти выходные в Харькове». Российские войска, сказал Зеленский, сейчас ежемесячно запускают по Украине более трех тысяч управляемых авиабомб. В Испании украинский президент еще раз повторил призыв к мировому сообществу усилить Украину минимум семью патриотами, два из них сугубо для Харькова. Западные СМИ называли Испанию в числе стран, в распоряжении которых есть эти установки. Санчес сказал, возможности отправить именно их нет, но Мадрид делится ракетами, а Украина продолжает искать желающих предоставить системы. «Не має достатньо кількості ракет противоповітряной обороны, щоб зупинити тисячі, три тисячі от таких авиабомб на місяць. Просто такої кількості ракет просто не існує. Ми сьогодні говорили про противоповітряную оборону, але Іспанія сама не може закрити це питання. Але цих систем достатньо в світі. І тому нам треба працювати всім разом і тиснути, і вже не тільки на Росію. Нам треба тиснути на партнерів, щоб вони дали нам можливість захиститися від Російської Федерації». Продолжаються дискуссії относительно географії применення западного оружия. Перед тем, як отправиться в Іспанию, український президент призвал мир к политическому решению. Позволить Україні поражать цели на территории России. Этот же призыв сегодня по видеосвязі повторял своїм европейським коллегам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Поддерживають удары по целям на территории России і генсекретар Столтенберг сегодня в качестве премьера, доказывающего необхідність этого шага, приводил обострення под Харковом. Линия фронта, говорить, пролегає там примерно по границе. «Конечно, якщо вони не можуть атакувати военні цели на территории России, це зв'язує українцям одну руку за спиною і дуже складає їм ведення оборони. «Потому що їх атакують с території России. Я також считаю, що коли ми поставили оружіе в Україну, то оно фактически вже не наше. Оно українське». Призыв генсекретаря не разделяет, в частности, традиционно осторожный Берлин. Немецкий канцлер накануне сказал, что нынешние правила поставок оружия, согласованные с Украиной, работают и что не видят причин для расширения географии применения западной техники Украиной. Также Олаф Шольц отметил, что по-прежнему заинтересован в предотвращении большой войны. Идею снять ограничения критикуют и итальянские политики. Говорят о необходимости не допустить Третью мировую. Премьер Италии Джорджа Мелони говорит, что не знает, почему генсекретарь НАТО делает подобные заявления и отметила, что стоит быть осторожными, но твердыми, не подавая сигналов об уступках. Издание New York Times сообщает о дебатах в США на эту тему. Запустил их госсекретарь Антони Блинкен. Он изменил позицию в пользу Украины после того, как посетил Киев, сообщает издание. Джо Байдену, который сказано в публикации, обычно проявляет осторожность. Предложение Блинкена пока не представлено. Заряна Степаненко, Мара Гайдук. Настоящее время. Брюссель. Если страны НАТО все же разрешат Украине бить по территории России своим оружием, то чем тогда ответит Кремль? Например, уже не раз звучали призывы из Москвы ударить по Украине тактическим ядерным оружием. Пойдет ли на это Путин? Я поговорил сегодня со старшим научным сотрудником фонда Пуласки, бывшим польским дипломатом и главой информбюро НАТО в России Робертом Пшелем. Украина не является агрессором, является только страной, которая себя защищает. Но очень сложно себя защищать, когда идут удары с территорием России, который является территорией России, на территорию Украины. А Украине якобы нельзя на это отвечать. Это неправильно. Это с военной точки зрения очень ограничивает эффективность тоже этих поставок оружия. Так же я могу, так как много-много людей, надеяться, что эти запреты будут сняты. А страны, которые сегодня говорят об этом, что запреты имеют смысл, потому что мы не хотим допустить вообще какой-то крупной войне между НАТО, например, Россией. Но на сегодня нет такой опасности. А то есть вы не думаете, что на это Россия может ответить и применить по Украине уже тактическое ядерное оружие? Знаете, но мы такие разговоры уже не раз и тут уже повели снова. С начала этой войны. Сколько не было этой крупной риторики. Да, и варварская война, и варварская риторика. Но что можно, как можно вообще, значит, в полном серьезе обращать внимание на высказания, например, бывшего там президента Медведева. Он себя видел, как, честно сказать, сумасшедший. Да, он угрожает ядерным урожаем всей страны. Это, кроме всего, это нелогично, потому что, знаете, нет никаких признаков. И вот это один элемент, который в последнее время даже высказался так звавший президент Путина, что да, Россия не намерена входить в конфликт НАТО. Я вот этому ему верю, потому что это уже полное сумасшедшее. Нет никаких доказательств, которые говорят о том, что Россия готова и хотела бы пойти на масштабную конфронтацию. Эта конфронтация идет, есть хибридные атаки, есть саботажи и все остальное. Но в полном смысле военное столкновение было бы, как я сказал, абсолютно, Россия в этом абсолютно не готова. Поэтому я думаю, что эта агрессивная риторика, она служит тому, чтобы буквально испугать разные страны, чтобы они не помогали Украине. А это последняя вещь, которую нам нужно делать. Значит, нужно поставлять это оружие, нужно помогать. И идут разговоры не только об этом снятии запрета, но, например, на расширение пакета, например, роли НАТО. Это мы увидим, я думаю, будут решения, надеюсь, встречи в Вашингтоне в июне. А есть разница, когда разрешают бить по Украине уже все члены НАТО, сама структура НАТО, либо каждое отдельное государство? Например, вот мы с Вами обсуждали, Италия против, да, например, Венгрия точно против, Словакия, скорее всего, против. Но другие страны вроде как за. Германия тоже не рассматривает вариант, чтобы Украина била ракетами. Я думаю, что есть большая разница между двумя вещами. Если мы бы говорили о теоретичном, гипотетическом, принятии решения о том, что страны НАТО, некоторые даже, готовы были бы вступить в прямый пункт. Ну, послать войска, которые бы воевали в Украине, да, помогали Украине защитить. Тогда это бы было, ну, можно сказать, неправильно, если такое решение не было принято всем НАТО. Да, ну, потому что союзники связаны разными обязательствами, связаны, конечно, пятая статья и так далее. Ну, например, если нам Польша и, не знаю, Швеция, Великобритания, Франция взвали, а другие страны, нет, это было неправильно. Но здесь говорим о чем-то другом. Мы говорим о поставках оружия, которые, оружие принадлежит, или системы амуниции и так далее, принадлежит конкретным странам, да. И они, это их решение, чтобы помогать Украине. Поэтому я не думаю, что это, не знаю, с юридической, даже политической точки зрения, правильно, если бы какие-то другие страны хотели решать за своих там союзников. Если у них есть, если они так боятся, хотя это нелогично, и это неправильно с точки зрения интересов безопасности. Потому что, знаете, можно себе было представить теоретично, что страны-то какие-то, не знаю, Литва, Польша, Швеция, например, Финляндия, бы такие запреты хотели ввести, потому что, ну, мы фронтовые страны, мы очень опасаемся и так далее. Но это наоборот. Эти страны выступают в последнее время, мы слышали, например, министра иностранных дел Польши Сикорского, которые говорят, да, это абсолютно правильно, чтобы Украина имела возможность, и никто им это не запрещал, давать удары там. И это поможет выиграть в этой конфронтации с Россией. Роберт, но я вас правильно понял, вы все-таки не ожидаете какой-то реакции Кремля. Я понимаю, что мы с вами не можем залезть в голову Кремля, но мне интересно поговорить с вами про это, потому что все-таки вы долгие годы возглавляли информбюро НАТО в Москве. И знаете риторику России, на что она может пойти. Тем не менее, хотелось бы заглянуть немного в будущее. Предположим, НАТО или отдельно конкретные государства говорят Украине, да, вы можете наносить удары нашим западным оружием. Россия что будет делать? Да, нужно ожидать дальших шагов со стороны этого режима, который, ну, хочет пробовать все, что возможно, чтобы уничтожить, как бы сказать, возможности НАТО и испугать разные страны или партнерские, или самых членов. Но это не означает, что мы будем в страхе и будем жить в страхе и будем просто поступать за логикой, которая принимает Кремль. Это была бы большая ошибка. Я надеюсь, я думаю, что большинство лидеров тоже стран НАТО это в полности понимают. Украинский беспилотник атаковал российскую радиолокационную станцию Ворске. Оттуда до границы с Украиной по прямой около полутора тысяч километров. Источники в Главном управлении разведки Украины заявили нескольким СМИ, что это была их операция. В правительстве Оренбургской области заявили, что, цитата, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было. По информации про военных телеграм-каналов, целью была станция Воронеж-М. Ее используют для обнаружения баллистических и крылатых ракет. Как сообщают источники украинских СМИ в ГУР, эта атака установила новый рекорд по дальности поражения украинских дронов Камикадзе. До этого, 9 мая, украинский беспилотник атаковал НПЗ в городе Салават, в Башкортостане. Об атаке беспилотника сообщают и власти Орловской области. По словам губернатора региона, один из дронов упал на автозаправочную станцию в городе Ливны. Погиб один человек, пострадали еще трое. Погибший был водителем пожарной части, которая приехала тушить пожар после первой атаки беспилотника. И в этот момент, когда пожарные тушили АЗС, была атакована уже вторым дроном. Также в ночь на понедельник беспилотники атаковали объекты в Краснодарском крае рядом с Геленджиком, где рядом находится дворец, который, по данным расследователей, построили для президента России Владимира Путина. А еще винный завод для переработки винограда, выращенного на территориях этого поместья. Минобороны России сегодня, в свою очередь, отчиталось о 12 избитых беспилотниках в Брянской, Белгородской, Орловской областях и над Краснодарским краем. В Киеве эти атаки не комментировали. Мы продолжаем программу «Вечер» и сейчас к другой теме. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой драки и стрельбы с участием бывших наемников ЧВК «Вагнер» в Челябинске. На кадрах видно, как одна группа мужчин избивает нескольких парней. Затем на авто приезжает другая группа, которая открывает стрельбу. После участники драки разбегаются. По данным сайта 74.ru, конфликт начался после того, как двое парней обстреляли из травматического оружия девушку и участника войны против Украины из ЧВК «Вагнер». Вот телеграм-канал «База» пишет, что драку спровоцировало 42 парней из-за девушки, за которую вступился ее отец из частной военной компании. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, один из которых несовершеннолетний. За более чем два года руками ветеранов так называемые СВО были убиты более 100 человек. Еще примерно столько же получили тяжелые увечья. Издание «Верстка» отмечает, что в основной группе риска находятся родственники и знакомые участников вторжения в Украину. Самая распространенная статья – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. О том, какие преступления совершили в России бывшие участники войны за последний месяц, расскажет Дмитрий Кожурин. 19 мая в Ростовской области был арестован ветеран так называемой СВО. Руслана Шенгирея обвиняют в убийстве восьмилетней девочки. За два дня до этого мать ребенка заявила о пропаже. Государственные информагентства не стали сообщать о том, что Шенгирей – участник вторжения России в Украину. По данным издания агентства, это первый известный случай убийства ребенка ветераном войны с Украиной. В Павловске Воронежской области на прошлой неделе был задержан другой ветеран. По версии следствия, 24-летний школьный учитель истории Иван Фоменко неоднократно совершал сексуализированное насилие над своим несовершеннолетним учеником. Ранее Фоменко пять месяцев провоевал в Украине, был награжден медалью «За храбрость». Местные СМИ подробно освещали его историю. В материалах, посвященных ветерану так называемой СВО, говорится о том, что еще до полномасштабного вторжения Фоменко как волонтер помогал жителям Донбасса. Это цитата. После объявления мобилизации мужчина ушел на фронт добровольцем. Было принято такое решение, что надо все-таки свою лепту в данную победу как бы внести. Именно участием. Хотя уже на тот момент занимались и гуманитарной помощью, возили. Но непосредственно выполнение боевых задач – это выполнение боевых задач. Издание «Важная история» подчеркивает, что задержанный за педофилию ветеран вел в школе уроки мужества и занятия по начальной боевой подготовке. Житель Петрозаводска Дмитрий Евдокимов отправился на войну из колонии, где отбывал срок за второе убийство. 20 лет назад мужчина расправился с девушкой, а много лет спустя убил родного брата. В начале мая в соцсетях завирусилось видео, на котором Евдокимов стоит на козырьке подъезда с кухонным тесаком в руках и выкрикивает нечленораздельные звуки. Соседи Евдокимова говорят, что боятся за себя и своих детей, но помощи им ждать неоткуда. С начала 24-го года ветераны войны совершили как минимум 11 убийств. Об этом сообщает издание агентства. В эту статистику не включены тяжкие и иные преступления, совершенные действующими российскими солдатами. Дмитрий Кожурин. Настоящее время. Ну и как видите, ситуации, когда бывшие действующие военные в России попадают на скамью подсудимых множество. Мой коллега Юрий Баранек поговорил с социологом Анной Кулешовой о том, могут ли участники войны против Украины в будущем создать группировки, подобные тем, что были в конце Советского Союза и в начале 90-х. Если говорить о том социальном опыте, который есть, связанный с бойцами, которые возвращаются с фронта, не так важно, где это происходит, после Афгана или после Вьетнама, это всегда создает определенные проблемы и определенные риски, потому что, с одной стороны, люди травмированы войной, и в ряде случаев имеют объективный ПТСР, с другой, они могут столкнуться с разного рода дискриминациями. Например, они не хотят на работу брать всех людей, которые вернулись с фронта, или еще что-нибудь в таком духе. Или же у них могут не совпасть ожидания от того, как их должны встретить после всего пережитого, как к ним должны относиться с тем фактическим отношением, которое они видят. Но вот в зависимости от того, что происходит в этом взаимодействии, в каком состоянии они вернулись, могут быть сценарии, да, нередкая совершенно история, когда формируются такого рода группировки. Нельзя сказать, что это обязательно и непременная история, но у нее высокая вероятность на то, чтобы быть реализованной. Как правило, они возвращаются в своем самоощущении героями, героями, которые пережили то, что мы все хотели бы в нормальной жизни с чем-то сталкиваться, они пережили потерю близких, они пережили то, что им приходилось убивать и так далее. И если, когда они переезжают, возвращаются с фронта, они встречаются, допустим, с тем, что... Ну, они ожидали, что у них будут льготы, они ожидали, что у них будет должное медицинское обеспечение, а по факту они не могут получить протезы, по факту выплаты не такие большие, как хотелось. И, собственно, вот той поддержки, на которую они рассчитывали, и в том числе иногда это бывает просто и прямое осуждение со стороны близких, их семей, особенно в случае, если перед нами заключенные, то есть они уходили на фронт и вернулись раньше, чем их... Их, собственно, и так-то никто не ждал, да? Радовались, что они в тюремном заключении, и вдруг они возвращаются раньше времени, и возникают конфликты, да? Потому что их не ждали, рассчитывали, что они дольше проработают в местах заключения и так далее. То есть... И опять-таки вот эта ситуация, она может провоцировать, ну, как, собственно, это было и после Афгана, но потребление психоактивных веществ, алкоголя, то есть как-то эту боль, этот стресс люди снимают, и, будучи включенным в потребление наркотических веществ и алкоголя, то они могут становиться более агрессивными или более, скажем так, менее стабильными, менее интегрирующимися в социум. Ну и отдельная тема – это реабилитация бывших заключенных. По словам Анны Кулешовой, тюрьма сама по себе серьезно травмирует человека, а война только усугубляет ситуацию. Сложность интеграции в мирную жизнь после того, как у тебя был сперва опыт заключения, а потом еще опыт военной службы, она фактически в два раза тяжелее. То есть сложнее интегрироваться, сложнее жить по нормам мирной жизни и сложнее взаимодействовать с людьми вне тех правил и норм, которые уже стали привычны людям, к которым они уже успели адаптироваться. Плюс зачастую участие в военных действиях провоцируют людей на более агрессивное поведение, опять же, ну, поскольку они переступают некоторую грань, да, и они становятся людьми с опытом убийств, людьми с опытом зладения оружием, и, соответственно, это тоже может переноситься на ту повседневность, в которую они возвращаются, опыт разрешения конфликтов, да, то есть гораздо проще оказывается проявить силу, потому что вам в таких средах это более нормальная история, от мирной жизни менее нормальная история. И, соответственно, говорить о том, что это искупление, и они становятся лучше, ну, наверное, есть те, которые вот с таким уровнем саморефлексии, и у них именно этот сценарий, то есть нельзя сказать, что таких людей не существует, но обычно, когда исследуют опыт, связанный с тем, что значительное количество людей возвращается после участия в боевых действиях, тут в качестве более-менее такого нормального и часто встречаемой ситуации всё-таки это ПТСР, это разного рода расстройства личности, это травмы, это, ну, соответственно, ну, и, как я говорила уже, да, взаимодействие с психоактивными веществами. В будущем, по мнению социолога Анны Кулешовой, даже если бы власти решили провести масштабную работу по реабилитации бывших военных и заключённых, скорее всего, очень быстро встала бы проблема дефицита кадров. Я боюсь засады даже не в том, сколько именно есть в России психологов, а в том, что по своим исследованиям я знаю, что, например, нередко психологи отказываются от консультации бойцов, потому что это идеологически другие взгляды, и они не готовы с ними работать. Ну, то есть это самое состояние некоторого рода гражданской войны, когда общество поляризовано, то есть ещё будет часть людей, которые откажутся от того, чтобы предоставлять им помощь. Но, опять же, нам нужна не любая психологическая помощь, а нужны именно специалисты, которые могут работать с такими случаями. Я не уверена, что их достаточно, потому что к этому тогда стоило бы готовиться очень заранее и иметь прям колоссальные, просто отправлять ресурсы на подготовку, на то, чтобы вести профилактику того, чтобы не происходили проблемы после того, как они возвращаются с фронта, чтобы было адекватное социальное сопровождение, адекватное психологическое сопровождение, чтобы они могли разного рода получать помощь, не только в виде выплат, не только в виде необходимых медикаментов, но по самому широкому кругу, и чтобы их возвращение не было связано с рисками для мирных граждан и для общества. Участники так называемой СВО провалили праймерис Единой России. Из 103 претендентов победили только единицы, и это несмотря на то, что им всем авансом дали по 25% голосов. Праймерис — это внутрипартийное голосование. Так, Единая Россия пытается определить, кого она будет выставлять на выборах осенью этого года. Правда, и там не обошлось без давления административного ресурса. Тимофей Рожанский о российских военных, которые решили стать политиками. Утесняет нашего брата за то, что он участвует на выборах. Праймерис — Единой Россия. Российские военные давно привыкли записывать видео с фронта, но еще не выучили слово «праймерис». Обычно они просят помочь с боеприпасами или хотя бы теплыми вещами, теперь же привлекают внимание к дискриминации их брата по оружию на выборах в ТВ. Добрый день, земляки. Я Мангуш Андрей Демирович. Участник предварительного голосования партии «Единая Россия». Являюсь участником специальной военной операции. Работников бюджетных учреждений обязывают проголосовать за того или иного кандидата под угрозой увольнения с работы. Где-то даже забирают пароль от госуслуг и голосуют за них. На предварительных выборах «Единой России» в республике ТВ местный политический тяжеловес, спикер парламента Кан Оол Даваа, обошел сразу двух ветеранов так называемой СВО. Он набрал больше 7 тысяч голосов, тогда как военный СЛДС Шевит чуть больше 800. Это его поддерживают фронтовики, обвиняя власти ТВ в принуждении бюджетников голосовать за Даваа. Сам Шевит тоже записал обращение к общественности. Первые два дня голосования бюджетных учреждений стояла очередь, состоящая из недовольных бюджетников и студентов, так как их непосредственные руководители, преподаватели, вынуждали путем применения угроз голосовать через сервисовую услуги. Всего в праймере с «Единой России» за право принять участие в основных выборах ЗАГС собраний бились около 100 кандидатов участников войны в Украине. Издание «Верска» посчитало, что почти все они проиграли. В Москве таких было 14. Например, Константин Рыжак, ветеран так называемой СВО, сын депутата Госдумы и генерала КГБ в отставке Николая Рыжака. Вот он дает интервью телеканалу «Звезда». И ваш полк подбил первый леопард? Наши бойцы подбили леопард. Мы считаем, что первый. Это, конечно, другие части это оспаривают. Говорят, что это они. Но там, собственно, леопардов подбили немало. На праймере с Константин Рыжак получил всего 34 голоса. Он проиграл другому известному сыну, Родиону Газманову, который набрал 5186 голосов. Ранее СМИ уже писали о том, что за младшего Газманова принуждают голосовать бюджетникам. В Москве все 14 участников войны в Украине, которые были в этих списках, они все заняли последние или предпоследние места. То есть они набрали в 100, в некоторых случаях даже больше, в 100 раз меньше голосов, чем победителей. Мы, честно говоря, ожидали, конечно, что в большинстве случаев они победят. Точнее, даже не победят, а именно рисуют. Потому что праймер из Единой России во многом техническая вещь, которая не очень прозрачная и не очень демократичная. И принято считать, что все эти результаты рисуются. В аннексированном Крыму избиралось много участников войны. Но далеко не все они стали успешными. Например, Максим Чебышев занял только 14-е место. А соратник Игоря Стрелкова-Гиркина Вадим Иловченко, который называл себя комендантом Корматорска в 2014 году, и так называемый глава военного трибунала в Славянске в то же время, Виктор Аносов, не вошли даже в 30-ку. В аннексированном Севастополе участников войны тоже все не очень благополучно. Михаил Сухенко стал шестым, а воюющим в Украине с 2014 года на стороне России Максим Дроздов девятнадцатым. Вся вот эта моя война с 14-го по 22-й это было КМП. Я набирался опыта, чтобы сейчас передать ему и сохранить этим самым жизнь вот этим самым ребятам. Но если кандидат проиграл праймерис, это не значит, что партия не может выдвинуть его на выборы в обход этой процедуры. Может. Участникам войны в Украине и Единой России уже создавали годные условия на этих праймерис, добавив по 25% к набранным ими голосам. Правда, мало кому из них это помогло победить. Мы продолжаем наш эфир и вот о чем говорим далее. МИД России и Минюст предлагают исключить Талибан из списка запрещенных организаций. Кремль до сих пор их не признал, но регулярно проводит встречи. Ситуацию в Грузии из закона об инагентах обсуждают главы МИД стран ЕС. В Тбилиси готовятся к новым массовым протестам. Вот об этом и не только будем говорить далее. А пока поставьте лайк трансляции, так ее увидит больше зрителей. И продолжим наш эфир кадрами из Армении, где протестующие против правительства перекрывают дороги, идут задержания. Сегодня на протестах в Ереване задержали около 300 человек. Практически всех к этой минуте уже отпустили. Демонстрации с требованием отставки премьер-министра Николы Пашиняна идут с начала мая. Люди выступают против передачи Азербайджану четырех приграничных сел. Ну а сейчас оппозиция уже говорит о возможном выдвижении на пост премьер-министра лидера протестного движения того же за родину архиепископа Баграта Голстаняна. О том, что происходит в Армении, расскажет Ольга Бешлей. В Ереване протестуют сторонники движения того же за родину. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстранты блокируют дороги в центральной части столицы. Полиция проводит задержание. Возглавляет протестное шествие на улицах Еревана архиепископ армянско-апостольской церкви Баграт Голстанян. Этой весной о нем написали не только почти все местные, но и целый ряд международных медиа. 26 мая на оппозиционном митинге его кандидатура была предложена на пост премьер-министра Армении. Никол Пашинян, мы не хотим, чтобы ваша политическая команда раскололась, натравила человека на человека, армянина на армянина. С таким обращением к премьер-министру выступил на митинге 26 мая Голстанян. У самого архиепископа два гражданства – Армении и Канады. По законам Армении, это будет препятствием для выдвижения на государственный пост. Но Голстанян заявил, что эта проблема будет решена законными средствами в правовом поле. Митинги идут в Ереване с начала мая. Протестующие выступают против соглашения с Азербайджаном, по условиям которого Ереван передает четыре приграничных села в Тавушской области. Премьер-министр Никол Пашинян настаивает, что такое соглашение позволяет избежать войны с Азербайджаном. Протестующие считают, что Пашинян не отстоял интереса Армении. «Мы все должны бороться только за одну цель – чтобы Никол ушёл. Пока Никол находится у власти, мы теряем нашу родину по частям». В митинге 26 мая приняли участие тысячи человек. Они собрались на центральной площади республики. Вот что рассказали демонстранты журналистам. «Если мы хотим иметь достойную, сильную Армению, я вижу это движение как средство достижения этой цели». «Многие мои сверстники и друзья сейчас находятся на границе с Азербайджаном. Они защищают нашу родину. И я таким образом могу защитить свою родину. Поэтому я здесь». Премьер-министр Никол Пашинян на прошлой неделе посетил район армяно-азербайджанской границы на северо-востоке страны. Здесь армянские пограничники уже заняли новые позиции после передачи четырёх сёл Азербайджану. В заявлении 24 мая Никол Пашинян сказал, что стабилизация границы с Азербайджаном является единственной гарантией самого существования Армянской республики. «Мы положили на стол формулу, которая будет гарантировать 29 тысяч 743 квадратных километра международно признанной законной территорией для республики Армения и границ, которые окружают эту территорию». По данным МВД, сегодня в Ереване на акциях протеста задержали порядка 300 человек. Большинство позже были отпущены на свободу. Демонстранты жалуются на действия полиции. «Мы перекрыли многие улицы в центре города. Полиция применила насилие без предъявлений юридических оснований, задерживала людей на тротуарах. У офицеров не было нагрудных знаков с указанием их имён и фамилий, что также является нарушением закона». Ситуация в Армении осложняется наводнением на севере. Там из-за сильных дождей с берегов вышла река Дебет. Разрушены мосты, пострадали дороги, подтоплены дома. Известно о четырёх погибших. Ольга Бешлей. Настоящее время. А мы обсудим тему. С нами бывший посол Армении в России Степан Григориан. Здравствуйте. Здрасте. Какие перспективы у этих протестов лично видите вы и чего стоит ожидать? Ну, на данном этапе я не думаю, что может быть смена власти в Армении. Протестные акции большие, но этого недостаточно. Но главная проблема в этих акциях в следующем. Не предлагается, нет предложений альтернативных путей. Критикуется Никол Пашинян за проведение демаркации и делимитации с Азербайджаном, за допущенные ошибки, за определенные слабые позиции в переговорном процессе, но не предлагается альтернатива. А когда не предлагается альтернатива, такие протесты не перерастут в смену власти. Моё мнение такое на данном этапе. А Баград Голстанян, архиепископ, который возглавляет этот протест, он не является движущей силой, которая может предложить альтернативу? Вы знаете, самое главное, что он говорит. Ну, он, как духовное лицо, говорит о любви, взаимном доверии и так далее. Ну, вот эти все слова, это очень хорошо, но задаю я вопрос ему. Как он относится к позиции России в вопросе Нагорного Карабаха? Как он относится к тому, что сейчас правительство Армении выводит российских пограничников с границы Армяно-Азербайджанской? То есть он должен сказать, как он относится к европейской интеграции Армении. Там мы сможем решить вот эти вопросы, которые они же и поднимают. Мы пока это не слышим, но самое главное, знаете, что Армения – светское государство. Исключено, чтобы Армении правили бы духовные лица, понимаете? Мы – светское государство. И я не думаю, что это лучшая идея, когда представители высшей иерархии нашей апостольской церкви участвуют так активно в политических процессах. Ну, это удивительно. Вы говорите, что слова хорошие, понятные за добро, за мир, но, видимо, они тоже находят отклик у людей, как много протестующих мы видим. Вот кадры даже сейчас показываем. Да, да, вы совершенно правильно уловили. Много протестующих на это реагируют. И это очень понятно. Более того, вот в армянском народе зафиксировалось то, что мы какие-то территории Азербайджану передаем в результате демаркации, а Азербайджан, оккупированные наши территории, не передает. Конечно, эти недостатки, эти ошибки правительство также привели к тому, что люди вышли на улицу. Но еще раз повторяю, самое главное, кто стоит за этим человеком, за Багратом Сарпазаном? Кто за ним стоит? Как мы видим, это в основном бывшие, бывшие власти, которые сами не решаются на первый план выйти и которые провалили внешнюю политику, поэтому мы в таком тяжелом состоянии. То есть они все связали, Армению полностью связали с безопасностью России, с одной стороной России, а сейчас Россия с Азербайджаном. Ни для кого не секрет, что Россия с Турцией, с Азербайджаном, они совместно делают все шаги, и поэтому мы в таком тяжелом положении. Поэтому вы поняли, главная проблема в том, что он должен сказать, как он видит выход из этой ситуации. То есть пока нельзя сказать, все-таки это пророссийское движение или антироссийское движение? Нет, ну однозначно это движение как бы больше склонно к ориентации на Россию, к возврату активной работы с Россией. А я говорю следующее, эта активная работа с Россией привела к потере Нагорного Карабаха, привела к потере армянских территорий, поэтому куда они нас ведут? Туда же, где мы имели потери? Можете ли вы объяснить, а почему так вышло, что Пашинян, который пришел на фоне таких же массовых протестов, понятно, были другие абсолютно причины, но я имею в виду, что он пришел как раз на фоне массовых протестов к власти. А сейчас вот люди, которые выходят на акции, говорят, что они не хотят больше видеть Пашиняна у власти. Почему так происходит? Что Пашинян сделал не так конкретно, на ваш взгляд, вот для этих людей, которые выходят? Вы знаете, давайте разделим на две части. Многие люди, которые выходят, они искренне недовольны. Искренне недовольны потерей Нагорного Карабаха, искренне недовольны, что больше мы уступаем, нежели азербичан, вот в этом переговорном процессе. Но значительная часть, немалая часть, это те, которые традиционно ориентировались на Россию и недовольны тем, что Никол Пашинян начал диверсифицировать нашу внешнюю политику, начал работать в области вооружения, в области обороны, безопасности с Европой, с Индией, с США. Понимаете, да? То есть, в этом клубке много и искренне недовольных, и тех, кто недовольны тем, что Никол Пашинян начинает диверсифицировать нашу внешнюю политику, делает ее более разумной, диверсифицирует нашу экономику. Поэтому здесь такой клубок, понимаете, так четко мы не можем сказать, вот только по этой причине. И, естественно, вот эти силы, которые, как бы, рулят всем этим процессом, конечно, они этим недовольством пользуются, это очевидно, но я не вижу перспективу, почему для этого движения. Потому что оно не говорит конкретных действий, какие, вот что они понимают под внешней политикой. Они что, хотят, чтобы мы бы стали областью в России, частью России должны стать? Потому что это движение, оно явно против независимой государственности. На ваш взгляд, Россия может использовать эти протесты против Армении Армении и лично против Пашиняна. Ну, я, у меня нет никаких сомнений, что это уже делается. То есть разными способами подпитываются все эти силы, разные силы. Если вы посмотрите, главные люди, которые, вот, и партии, которые, как бы, поддерживают Баграта Галстаняна, они с российской ориентацией, включая две пророссийские парламентские фракции, здесь каких-то больших секретов нету. Но самое главное, сегодняшние власти России, политика их известна, им не нравится, что Пашинян свободно избранный человек. Как бы, путинская Россия больше склонна видеть, как бы, марионеточное правительство в Армении. Спасибо вам большое за то, что нашли время этим вечером выйти к нам в эфир. Это был бывший посол Армении в России Степан Григорен. Благодарю вас. Спасибо. Мы продолжаем наш эфир. А в Грузии юридический комитет парламента проголосовал за преодоление президентского вета, который Соломезу Рубишвили наложила на закон об иностранных агентах. Теперь борьба будет происходить уже в зале заседаний парламента. Ожидается, что правящая партия грузинская мечта будет голосовать за преодоление вета уже завтра. Напомню, что закон вызвал масштабные протесты по всей стране и очередная акция прошла накануне. Что говорят о предстоящем голосовании в Грузии? Узнаем у корреспондента настоящего времени в Тбилиси Звядом Чедлишвили, который выходит к нам в прямую связь. Звяд, привет. Расскажи, как власти готовятся к возможным протестам? Добрый вечер. Действительно, голосование по ВЕТО может состояться уже завтра. Для его преодоления необходимо 76 голосов. И они имеются у правящей партии грузинская мечта. В случае, если ВЕТО будет преодолено, документ будет отправлен на подпись президенту. У нее есть 5 дней, чтобы его подписать. Если она этого не сделает, то документ вернется в парламент и его подпишет уже председатель законодательного органа. И закон вступит в силу через 60 дней после подписания, то есть примерно не раньше начала августа. Параллельно в стране продолжаются масштабные протесты. А митинг состоится у парламента и завтра. Протестующие заявляют, что борьба с властью как раз сейчас вступает в решающую фазу и ее пик придется на парламентские выборы, которые состоятся в Грузии. В октябре требовать проведения досрочных выборов не получается, потому что по Конституции их нельзя назначить менее чем за полгода до очередных. В это же время не исключено санкционное давление на грузинские власти. В частности, официальные представители США уже заявили о введении визовых ограничений против грузинских политиков, ответственных за принятие закона и членов их семьи. Не исключены и финансовые санкции против конкретных физических лиц. И такие заявления действуют все-таки на фон в стране. Например, финансовый сектор Грузии уже в какой-то степени начинает лихорадить, падают акции грузинских банков и обесценивается национальная валюта в лари. Что касается подготовки к выборам, которые в Грузии уже называют самыми решающими за все время независимости, то, судя по всему, стоит ожидать объединения оппозиционных прозападных партий, но не в коалицию, вокруг принципов, которые накануне в День независимости озвучил президент страны Соломезу Рабишвили. И о каких конкретно принципах идет речь в нашем сюжете. Тысячи человек вышли на улицы Тбилиси 26 мая в День независимости Грузии. Антиправительственная демонстрация в праздничный день получилась масштабной и символичной. Митингующие прошлись шествием по той самой улице, на которой в 1919 году состоялся марш в честь первого года провозглашения Грузинско-демократической республики. Затем Грузия на 70 лет утратила независимость при советской власти. Такое большое количество собравшихся здесь людей подтверждает, насколько это важный для нашего общества день. Именно потому, что мы впервые за продолжительное время почувствовали сейчас угрозу для нашего самого большого достижения независимости. И это большое количество людей, которое мы видим, опять-таки подтверждает, что люди ни за что не уступят нашу свободу. Участники шествия скандировали «нет русскому закону» и «нет русскому режиму». Русским законом протестующие называют законопроект о прозрачности иностранного влияния из-за аналогии с российским законом о биноагентах. Люди опасаются, что этот закон будет инструментом репрессий против инакомыслия в руках власти. А ещё его принятие противоречит политике европейской интеграции Грузии. Европейские официальные лица несколько раз заявляли, этот закон закроет двери Евросоюза для Грузии. Именно потому протестующие всё чаще называют грузинские власти русским режимом и обвиняют правящую партию грузинскую мечту в намеренном сворачивании с прозападного курса. Это настоящее единение грузин. И я думаю, мы, грузинский народ, обязательно победим. Осенью на предстоящих выборах мы дадим наш ответ на всё то, что происходит в стране. Моя и в целом наша главная позиция в том, что грузинский народ никогда не прекратит бороться за европейское будущее. И будет бороться до тех пор, пока не достигнет этой цели. Грузинские власти утверждают, что закон о прозрачности иностранного влияния нужен для более тщательного контроля над неправительственными организациями. Они, мол, ведут некую деструктивную деятельность. Нынешняя редакция закона обязывает НПО и СМИ, получившие за год хотя бы пятую часть финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве проводников иностранного влияния. Против выступает президент Грузии. Накануне она предложила принципы работы нового парламента, который изберут в октябре. Солома Зурабишвили призывает отменить все законы, препятствующие вступлению Грузии в Евросоюз, реформировать суд, избирательную систему, силовые органы, провести амнистию. И всё это за один год, после чего в стране будут проведены досрочные выборы. «Это будет другой парламент. Дослушайте до конца, вдруг вам не понравится. Это будет парламент, избранный на конкретный срок для выполнения конкретного европейского плана. Этот парламент должен выполнить свои обязательства по хартии. После этого он вернёт мандат избирателю и проведёт внеочередные парламентские выборы в новой, свободной среде». Президент хочет стать гарантом этого процесса и принимать участие в формировании нового правительства. Глава государства предложила оппозиции принять её принципы. Своё согласие уже дали большинство оппозиционных партий, включая Единое национальное движение. А в правящей партии в ответ вновь обвинили президента в том, что она якобы действует в соответствии с неким полученным извне задания. И пообещали, что всё равно примут закон о прозрачности иностранного влияния. Звет Мчадлишвили, Георгий Чумбуридзе, Настоящее время, Тбилиси, Грузия. В России могут исключить группировку Талибан из списка террористических организаций. Радикальное движение под запретом в России уже более 20 лет. Предложение удалить его из списка поступило президенту от Министерства иностранных дел и Минюста. В МИДе говорят, что работают над этим шагом, поскольку без него невозможно говорить о признании власти талибов в Афганистане. Несмотря на то, что они были в российском списке террористов, в стране уже не раз принимали делегации талибов как представители Афганистана. Последний раз они были в России в сентябре прошлого года. А в этом году талибов позвали на июньский экономический форум в Петербурге. Талибан пришел к власти, напомню, в Афганистане в 2021 году после вывода из страны американских войск. Запад не признает их как официальное руководство страны, а Совет Безопасности ООН еще в начале нулевых внес талибан в список террористических организаций за нарушение прав человека. Эти нарушения правозащитники фиксируют и сегодня. Талибы в Афганистане дискриминируют женщин и девочек, выдавляют политическое инакомыслие и свободу слова, а также устраивают внесудебные казни и пытки. Министерство здравоохранения Газа и палестинские медработники сообщили, что в результате израильских авиаударов 26 мая погибли по меньшей мере 45 человек и более 200 получили ранения. Израильский удар пришелся на палаточный лагерь в городе Рафах на юге сектора Газа. Там вспыхнул пожар. Напомню, 24 мая Международный суд предписал Израилю немедленно прекратить военные операции в Рафахе и открыть пограничный переход для срочной доставки гуманитарной помощи. 26 мая группировка Хамас, признанной террористической в США и ряде других стран, выпустила ракеты по Тель-Авиву. После этого Израиль атаковал Рафах. Израильские военные утверждают, что нанесли удар по комплексу, в котором действовали крупные террористы Хамас. Сообщение о пострадавших гражданских лицах Цахал пообещал проверить и расследовать. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил возмущение последними атаками Израиля. Министр иностранных дел Германии Аналена Бервак и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение Международного суда необходимо уважать. В завершении хотим показать вам, как в Чехии празднуют победу на чемпионате мира по хоккею. Напомню, в финале сборная Чехии одолела сборную Швейцарии со счетом 2-0. Матч был вчера, но празднование продолжалось и сегодня. Далее видео без комментариев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на этом все. Программа «Вечер» доступна на сайте currenttime.tv в мобильном приложении «Настоящее время». Также мы транслируем эфир в Фейсбуке и Ютубе, поэтому смотрите нас там и ставьте лайки, если вы в безопасности. Я Игорь Севрюгин. До встречи. С экономическим положением связано, в первую очередь. Люди ищут заработка. То есть и в сезон, то есть орех, люди приезжают, приезжают в других регионах и начинают, я бы сказал, варварские воды бывать. Вот для того, что ну просто из-за пилой валят кедры и собирают одежды. Редактор субтитров А.Семкин